Здарова, друзья! С вами Влад Кабуса! Сегодня я совместно с вами соберу состав из абсолютно всех легенд Ювентуса. Ну а я напомню то, что вы можете написать в комментариях ваш любимый футбольный клуб. И если под вашим любимым футбольным клубом наберется больше всего лайков, то я вам сделаю подарок от себя. Карточку начинал от Райкин 94 по 99 совершенно бесплатно. Либо же какой-то иной подарок, который у нас будет доступен в игре. Подписчик, который я написал под предыдущим роликом Ювентус, я ему уже отписал. Ну а также, друзья, я напомню каждому из вас, если вы от меня хотели бы получить бесплатно звездный абонемент, набирайте ровно 20 тысяч просмотров за сутки. Я вам разыграю его среди подписчиков моего Ютуб-канала, а также среди подписчиков моего Телеграм-канала. Потому что именно у меня в Телеграме будут находиться результаты. Ну а прежде чем я начну, я напомню каждому из вас, если вы испытываете проблемы с покупкой звездных абонементов в ФК-поинтсах, то все можно покупать официальным путем через меня и через мой магазин. У меня в магазине вы можете найти для себя двойное пополнение, где вы покупаете, например, 500 ФК-поинтсов, а на выходе получаете 1000 ФК-поинтсов. Покупаете 10 тысяч ФК-поинтсов, на выходе получаете 20 тысяч ФК-поинтсов. Все самые основные наборы, которые у нас находятся в игре, их тоже можно покупать официальным путем через меня и через мой магазин. В моем магазине доступна покупка для всех стран СНГ. После совершенной вашей первой покупки в моем магазине, вы еще получаете подарок от меня. Ссылочка на него находится в описании, жду всех вас там. Ну а мы прямо сейчас совместно с вами будем начинать. Мы что делаем? Заходим в этот составчик. Сейчас мы нажимаем на кнопку «Добавить» и будем добавлять лютейший составчик. Первое, нам нужно убрать абсолютно всех лишних игроков из этого. Выбираем схему 3-5-1-1. Заходим в «Измерение команды» и выберем подходящую для нас схему. 3-5-1-1. Есть на самом деле очень много вариантов, с помощью которых мы можем собрать состав из-за абсолютно всех легенд Ювентуса. Но я думаю, что эта схема нам больше всего подойдет. Первым делом я думаю, что мы с вами поставим карточку Крещану Роналду. Выставляем его вот сюда. Вот максимально достойнейшая карточка нападающего. Много вариантов есть на позицию нападающего, но взять не поставить сейчас Крещану Роналду, но это будет бессмысленно для меня. А вы напишите обязательно в комментариях, верно ли это решение с карточкой Крещану Роналду. Дальше я поставлю карточку Келлера. Она также доступна в этом резерве на аккаунте моего подписчика. Поэтому вот таким вот образом поступаем и Келлера ставим. Ну а теперь мы с вами переходим на рынок и будем закупаться. Честно, есть очень много вариантов, как правильно сделать состав. Но наилучший, я думаю, то, что будет вот таким вот образом. Карточка Зинадина Зидана. 100% мы его покупаем. 215 миллионов монет, но эта карточка обязана находиться в составе. Честный, нужно приобрести как-то. Я не знаю, смогу ли я, но очень нужна эта карточка. Потому что карточки Джану и Джейбу Фона нету. Я не пойму, как такое возможно. Испорс, добавляйте срочно легенду в игру. Его не хватает. Карточку Недвида мы покупаем. И снова его тоже нету. Это что такое? Почему их нету? Канавара тоже нету. Блин, они что там с ума сошли? Дети легендарнейшие игроки. Кезы карточку мы будем покупать. Главное, чтобы я там ничего не перепутал. Потому что очень много игроков уже подобирал себе. Надеюсь, на то, что все правильно делаю. Так, подтвердить. И там уже допокупать. Первого нужно взять 100%. Без первого я не вижу. Состав. Так, нужно посмотреть. Я вообще правильно закупал? Сколько у меня тут уже игроков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, четко. Первые четыре игрока, которые я смог приобрести. Давайте прямо сейчас мы их добавим в составчик. Возвращаемся обратно. Мой футбольный клуб. И начинаем. Начинаем. Я, конечно, понимаю то, что можно Келлини, Бануччи поставить и так далее. Но, друзья, у меня немного другие планы. Поэтому мы будем иначе поступать. Фильтр мы сделаем пока что 94-й рейтинг для того, чтобы закинуть нужный игроков сюда. Где, 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 где? Вот. Заморота карточка пока что сюда добавлена на позицию ЛЗ-шника. Да, понимаю то, что ЛЗ-ПЗ можно было тоже собрать. Но, блин, там канцеллу на позицию правого защитника. Я не знаю, стоит ли его добавлять было. Поэтому вот так вот решил сделать. Если вдруг что, не нужно ни в коем случае на меня там наезжать. Я говорю, Влад, ты неправильно все делаешь и так далее. Если вы знаете, как правильно сделать, напишите об этом в комментариях. В следующий раз я просто возьму и пересоберу этот составчик. Да и все. Зинодин, Зидана мы поставим сюда. Вот на позицию ЦП-шника. И карточку Кьезе мы тоже добавляем. 93-й рейтинг. Поставим его на позицию ПП. И карточку вратаря мы добавляем. Но было бы неплохо, чтобы мы добавили карточку самого офигенного вратаря. Это Буфона Джан Луиджи. 82-й УВР становится нашего составчика. Возвращаемся мы на рынок. И что нас здесь ожидает? Всего лишь две карточки. Недвид и Канавару. А вот остальных игроков нужно приобрести как-то на рынке. ЛП. Заменить. И вставляем сюда карточку Недвида. Друзья, думаю, то что состав выйдет максимально бомбическим. Сменить. И Канавару сюда закинем. Друзья, ну а вы как считаете, вырисовывается ли годный состав у нас? Отпишите в комментах. Снова на рынке кого-то мы приобрели. Всего лишь одна карточка. Но что если есть? Добавляем карточку Маркизи. 95-й рейтинг у нас. Ну, выглядит уже намного круче, чем было до. Я вспомнил то, что мы забыли купить карточку Дель Пьеру. Как вообще без него можно представить этот составчик? Влаховича карточку можно, конечно, купить свыше рейтингом. Но, честно, без Дель Пьеру этого состава представить невозможно. Поэтому Дель Пьеру добро пожаловать в составчик. За 7 миллионов 400 можно его карточку взять. Это уже хорошо. Но состав будет прям вообще мощнейшим. 7 миллионов 400 потрачено. И карточка Дель Пьеру у нас есть. Те, когда Дель Пьеру феерил, ты никогда в жизни не подумал бы, что так дешево можно его карточку купить на рынке. Но оказывается, что реально со временем все. 92-й ОВР состава становится. Но не хватает совсем чуть-чуть для того, чтобы был 94-й, либо же 95-й. Я думаю, что в конечном итоге мы 95-й соберем. Можно, конечно, и даже так поступить. 4-4-1-1 атака взять. И на эту позицию взять, например, канцеллу карточку. Но, блин, я вот не знаю, стоит ли так поступать. А вы как считаете? Отпишите в комментариях. Все, наконец-то карточка Пьеру приобретена. И теперь я еще хочу одну карточку купить. 95-й. 95-й. И мы выбираем позицию Цапника. Да, понимаю то, что, ну, это, возможно, не самый правильный вариант. Но хотелось бы за Баджо карточку тоже поиграть. Почему бы и нет? Но без Баджо я не представляю. Ювентус. Вот так вот. Подошла бы 100% еще карточка Трезоген. Но что поделать? Забираем мы эти две сумасшедшие карточки. Вот прям вот сейчас должен быть составчик идеальненький. Первого, бляха, я хочу им поиграть. Я прям реально хочу. Я мечтаю поиграть этой карточкой. Подтвердить. Здесь мы выставляем карточку вместо Кьезы Баджо. Где у нас Баджо? Ищем, ищем, ищем. Главное не пропустить. Все есть четко. Выставляем вот так вот. 3511. Выбираем эту схему. Здесь Баджо все четко вроде бы. Блин, 92-й становится рейтинг. И вот сюда вот первую карточку поставим. 94-й будет, 95-й. Хорошо, если я закину еще парочку карточек сюда. Возможно рейтинг повысится, и будет 96-й. Есть, 96-й. Давайте еще выше. 97-й, если получится, я буду рад. Пока что, ну, маловероятно. Ой, есть, 97-й. Охренеть. Не, ну это супер, это сильно. А теперь мы еще раз подумаем вариант насчет, если я вот так вот сделаю, какой рейтинг будет, и он совсем тоже. Но особо так ничего не поменялось. Конечно, было бы неплохо, чтобы Зидан был вместо Дель Пьеру здесь. Давайте вернем обратно эту схему. Я той схемой больше хочу поиграть, чем этой. Но два варианта по составам у нас уже есть. И это уже круто. Проверим характеристики основных игроков, за которых я хотел бы поиграть. Это карточка Зинадина Зидана. Ну, просто мечтаю за него поиграть. Так же есть карточка Пьеру. Я уже его характеристики смотрел. Карточка Замброты. Я играл, скажу так. Реально серьезная карточка. Всем вам огромный рекомендейшн. Насчет карточки Замброты, карточки Роналду. Ну, Зидан. Я сейчас проверю, насколько его карточка хороша. Ну, а также Пьеру интересно поиграть. А ну-ка, вот если пасик на Недведа. Недвед, я думаю... Как это мяч там потерян был? Там не был потерян мяч. Там реально не был потерян мяч. Что это такое произошло? На доли секунд. Дель Пьеру с мячом. Дель Пьеру. Но я думаю, не подведет меня. Да. Конечно, немножко медленные игроки, скажу так. Возможно, их нужно просто закачать чуть-чуть. Для того, чтобы все получше было. Вот Крещану хорош. На своем месте прям игрок. Всем вам рекомендую играть в свою карточку. Вы будете кайфовать. Вот обещаю вам. Здесь вот Зинадин, Зидан. Я думаю, то, что должен реализовать... Слишком плохо я пробил. Слишком плохо пробил. Обидно, честно. Там должен был забивать. Два момента хороших из Пагани у меня. Здесь вот пасик. На Дель Пьеру. Дель Пьеру. Уху-ху-ху-ху. Вниз. Жни в угол. Красавчик. А здесь вот на Крещану Роналду головой справится. Я думаю, да. 7-5 играем. А ну-ка, на ответ. Притом, я играю еще с эмуляторой с помощью мышки. Мне в раз 10 сложнее, чем моему сопернику играть. Здесь вот, ну, ну, вот вроде бы как я должен, должен. Обязан забивать. Ну, прям 100%. Да, 9-7. И вот сейчас вот Крещи забьет. Аааа! Так и забил! Блин, вот это вот прям по пандосик был. И здесь мы не забили. 9-8. Капец. Так, сыграем один раз в равную игру. Я честно даже не представляю, смогу ли я с помощью эмулятора нормально заиграть. Но прям очень хотелось бы, если бы у меня получилось. Баджо. На технике. Пасик. На Крещану. Я должен был там забивать. Я должен был. Вот здесь вот про... Да вы, глядя, шо? Нет, падла, скотина просто. Блин. Нихрена себе, что Лунин творит? Блин, ну, сложно, сложно. Так. Давай, давай. Отобрать мяч. Хорошо. Идем в атаку снова. Пошли в атаку. Пошли в атаку. Блин, ну здесь. Пасик. Здесь я не знаю, как пойти в атаку. Но может быть, в атаку на развороте. Ну, должно было красиво все сделать. Тупо, блин, схема моя не проканала. Очень сложно с эмулятора. Мне нужно срочно джойстик где-то взять, чтобы я мог нормально играть. Потому что, ну, хотя бы со смартфона надо это начать. Я подумал, как это сделать. У меня... Я пробовал еще раз тестировал программу. Не получилось до конца там все настроить. Подвисания идут почему-то. Может быть, из-за того, что все играют с этого iOS-устройства. У меня Android. Может быть, из-за этого. На эмуляторе нормально все. Но на эмуляторе приходится играть с клавиатурой. А с клавиатурой играть... Обидеть, хорошо на ответ забивал. Вот так вот, вот так вот. Хорошо. Красавчик. Прям реально красавчик. Он это сделал. Он это сделал. Фу. Не, нормально. Нормальная распасочка такая была. Пространство дал. И пробили, забили. Понял. В атаку в следующий раз идем. Но сейчас нужно будет отобрать мяч. И стараться снова идти в атаку. Если будет получаться. Прям очень хочу, чтобы я забил еще два гола. Плюс-минус. Хотя бы один. Давайте. Давайте один гол еще. Давайте еще один гол. Нет. Нет. Да еб. Отдай мне мяч уже. Хорошо. Хорошо. Погнали, 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 погнали. Здесь давай кришки. Ну нет. Там конечно рискованно было. Я понимал то, что не факт. Но хотелось бы. Хотелось бы очень сильно. Только тут отобрал мяч. Но чуть-чуть нет удачи. Чуть-чуть. Стоп. Стоп. Ну ну. Крош. Фух. Я не представляю, когда вы играете, какие у вас эмоции. Я честно мало играю в равную игру. Но. Вот сейчас столько эмоций получаю от того, что играю уже второй раз. Да блин. Не получилось. Да дай, дай. Там он что, штрафной? Да. Столько много эмоций, когда у тебя, знаете, все должно было получиться. Но оно резко не получается. И ты начинаешь все заново. Это прям больше всего бесит. Так, здесь вот. Вот так вот пасик. Первый на Крещану Роналду. Крещану. Давай чуть-чуть в разгон пойдем. Опа, опа. Но здесь я не знаю. Но думаю, от него вышел мяч. Блин. Хорошо. Давай, последний шанс на контратаку. Последний шанс. Давай, 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 давай. Батчу, давай, давай. Давай. Так, Крещану забей. Хорошо. До последних секундах мы это сделали. 2-0 играем. Не, ну, друзья. Ну, это максимально красиво. Просто красота. Смотрите, как. Бэмс. Ну, Лунин это что-то с чем-то. Мне кажется, он читер какой-то на футбольном поле. Что-то за вратарь такой. Что абсолютно все тащит. Я так понимаю, нужно Реал Мадрид с ним собирать и тестировать. Других вариантов пока что даже не вижу. А я вам хочу представить абсолютно всех игроков из футбольного клуба Ювентуса. Блин, ну такие шикарные игроки здесь находятся. Как вам этот футбольный клуб? Отпишите обязательно в комментариях. Просто то, что надо. Блин, Крещано Роналду. Дель Пьеро. На ответ. Зинадин Зидан. Ну, я надеюсь на то, что вам сегодняшний видос понравился. А какая футбольная форма вам больше нравится? На выезд или домашняя? Друзья, ну а я очень надеюсь на то, что вам понравился сегодняшний видосик. Обязательно его лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, принимайте участие во всех конкурсах, которые я для вас сделаю. Если вдруг вы испытываете проблемы с покупкой ФК-поинсов, звездных абонементов, то все официальным путем покупается через меня и через мой магазин. Ссылка на него находится в описании. Всем вам большое спасибо за просмотр. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока! И не забудьте написать в комментариях, какой следующий футбольный клуб вы хотели бы, чтобы я собрал.